Дорожные войны Дорожные войны Дорожные войны Здравствуйте, дорогие зрители. Как ваши дела? Надеемся, лучше, чем у трёх невезучих автовладельцев. Тогда поехали. Сейчас мы вам покажем такие дорожные войны. Глаз не оторвать. Дорога впереди тернистая, так что груз лучше закрепить. Падает, я же говорю. Не думать о плохом. Проезжаешь, допустим, на перекрёсток, красный свет загорелся. Кто-то вылезет, вылезет, стал плачен. Не каркать под руку. Иначе труба. И не одна, а минимум пять. Да вообще не сосчитать. А знаки нужно замечать, чтобы под них не попадать. И слушать умных людей, которые вначале предупреждают. А потом выносят свой приговор. Вот красавочка. Коротко и ясно. Да, это стопроцентное попадание. Что есть, то есть. Встали, вышли, закрыли дверцу, пожелали счастливого пути и взялись за голову. Или размяли затёкшие косточки. Получили, расписались. Сизый туман скрывает капкан. Наши вам с прицепом, собачьей пробежкой и маленькой тележкой. Пришла беда, открывай ворота. Гуляй, школота. Эй, блогерша, не зли кота. Достанет, поздно или рано, по эту сторону экрана. Прибьёт броском через плечо. Смотрите, будет горячо. Клозет отправим мы в полёт. И камень в чей-то огород. И Вагнера исполним хит. Да так, что разум закипит. Ещё расскажем. Будет жарко. С искрой, как это газосварка. И с треском рубят дерева. А автоледи не права. Стоянку знатно прочесала. На пять ремонтов вмиг попала. И вот раздался где-то звон. Ремонтник спрыгнул на фурбон. А здесь столичный регион. Герой съезжает, собрался с МКАДа. Но встала на пути преграда. А дальше перейдём на прозу. Уж слишком явная угроза. Итак, агрессор там, снаружи, как хищник. Возле фуры кружит. Ну, или, может быть, кружит. И на водителя жужжит. Автор учится на юридическом. Знает свои права. Пишет всё на регистратор. Помнит наизусть статью 51 Конституции. И не хочет выходить. Оппонент показал ему двухлетнего сына. И исчез из нашего рассказа. Потом появился старлей номер один. И вёл себя в пределах нормы. Но уж больно напористо по отношению к автору. Я тебе сейчас дам номер телефона, и ты поедешь в ответ. Понимаешь? Нет? Которому тыкал и указывал. Влазь. Тот выходить побоялся и в салоне остался. Пришли понятые и ушли, не представившись. Автор дал им отвод, и уставший инспектор прислал старлея номер два. И этот офицер тоже не понравился переборчивому автору. Видимо, потому, что за кадром посоветовал студенту-заочнику сменить профессию. Может, вам сменить работу? Это если вы не можете обеспечить безопасность. Кончилась эта история тем, что и автора, и оппонента полиция попробовала наказать за ДТП. Но потом наш герой отделался лёгким испугом, а виновным признали его визави. Отсюда мораль. Смотрите «Дорожные войны». Сохраняйте дорожное равновесие и не позволяйте собой управлять. В конце концов, вы не какая-нибудь марионетка. Соблазнительное предложение при ближайшем рассмотрении окажется не таким уж красивым. А за проигранный спор придётся расплачиваться, потому что слово мужика твердо, как рука. Острее тесака, крепче молока. Всё, смартфон, пока. Извини, чудак, мы возьмём твой знак. Всё будет ништяк. Застрял – не беда. Стюарды сюда. Толкнули, нажали. Порядок. Погнали. Эксперты «Дорожных войн» подметили удивительное явление. Наши водители в восторге от так называемых «обочечников», то есть самых умных, которые стремятся быть быстрее и брать правее. Иногда они радикально сбиваются с пути, но всё равно за ними следят. Обращают внимание и поворачивают вслед регистратор. У них по жизни белая, причём сплошная. И там где-то поворот на советское. Но не справились бойцы, а вслед летит им «Молодцы!» А ведь, правда, молодец. Пшёл отсюда продавец. Да, отвлёкся на минутку. Двинул вправо, там маршрутка. Врезала в нагляк в бочок. Мол, подвинься, мужичё. Слева, вклинившись в поток, что сказать? Прости, браток. Вот оно! И вот что хуже всего? Заразительный пример заразил нашего позитивного автора, который видел, что впереди идущий отгрёб тычок от фуры, но двинул вслед, а сзади суперкар нанёс в торец удар. Вот так, с поучительного видео, мы начинаем хит-парад дорожных войн. На третьем месте располагается автор ролика с извечным вопросом, который объясняет всю неправоту товарища справа и ему подобных. Ты в магазине без очереди лезешь? А бочечник не внял. Его настигла карма, и автор задал второй вопрос, который открыл всю широту его доброй натуры. Помочь? Третья строчка хит-парада от дорожных войн. Награда тому, кто умеет прощать, когда надо. А рядышком устраивается двухколёсное средство из Китая. Мы всегда знали, что можно ездить без колеса и без руля. Хотя и недолго. Но китайское чудо мото-прома показало собственную неубиваемость и способность передвигаться на автопилоте без всадника. Так скутер и уехал на третье место дорожного хит-парада. Смотрите сразу после рекламы. Небеса против ДПС. Пожарный полёт и внезапный поворот. Тайны Петербурга. Кто прав и виноват? Зачем маршрутки стали в ряд? Аномальные зоны, горе-бизоны и хитыщи-зона. Аварии, которые потрясают и с толку сбивают. А на второй позиции дорожного рейтинга отечественный самосвальщик в тесной связке с коммунальщиком. Один теряет, другой находит. Так вместе и ходят. Эх, такого бы напарника до каждому потеряшки. Сколько бы сберегли ценных грузов, контейнеров, предметов интерьера и водительских нервов. А на улицах было бы куда чище, чем на этой стоянке. А на первом месте сегодня совершенно улётное видео с простеньким сюжетом, но ярким финалом. Итак, смотрим. Небо, самолёт, который воду подаёт. Автор, сотрудник ДПС, который сидит и радуется, что он внутри, под крышей, в отличие от своего напарника и нашего победителя. И так служба опасна и трудна, а тут ещё и на воду с чистого неба и заслуженное первое место дорожного рейтинга. Да, даже у ДПС бывают неудачные дни ДТП и ТП. А вне конкурса сегодня суперчемпион, который вбежал в кадр в ответ на причитание нашей зрительницы и брызнул в лицо блокировщику движения чем-то ядрёным и перчёным. Несмотря на южный темперамент всех участников представления, дело было на окраине культурной столицы России. А принципиальный водитель не пропускал маршрутки по обочине, за что и попал в струю. В общем, неправы все и победитель в том числе. А мы с вами двигаем дальше. Не путаем поворотники, мигаем правильно. А то иногда внезапные манёвры получаются уж слишком неожиданными. В первую очередь для других участников дорожного движения. И в нашей дорожной истории намечается резкий поворот. Жуть, замес и АЗС. В этой напряжённой обстановке хочется спросить водителям маршрутки. У тебя ж полный салон пассажиров, седина в волосах, но как же так? Да он и сам всё понял. Но поздно хвататься за руль. Теперь берись за голову, несчастный. А истина в том, что так на перекрёстках нельзя... Ох, как хорошо. ...аукнется всем, в том числе и ни в чём не повинному автору ролика. А даже если каким-то чудом удастся проскочить двоих, непременно найдётся третий, нерасторопный и невезучий. Однако до третьего доходит редко. Как правило, получает первый. И второй. А кому повезло, тот тихонько сдаёт назад, чтобы не искушать судьбу. Решение, в принципе, правильное. Но бывают нюансы и заборы. В общем, приходится выбирать из двух зол. В данном случае меньшее из них чахлое деревце. Лучше уж оно. Чем крепкий с виду столб с какими-то проводами. Ну а если уж случилось несчастье в виде зелёной маршрутки, то где раз, там и два. Ведь маршрутка не права. Здесь на ровном месте трюк. Барышня, да там же люк. Эксперты дорожных войн могут растолковать абсолютное большинство происшествий на трассе. Иногда не особо выбирая выражение, как в этом майском сюжете. Озёл, блин, пол. Но тут всё ясно. Водитель бетоновоза – опасный тролль, который мучает слабохарактерного супруга нашей экспертши. В другом случае наш молчаливый автокомиссар жестами объяснил, что причина ДТП – в застревании педалей под ковриком. А здесь и без комментария ясно. Фонтан бьёт в седан. Владелец попал в струю. Дело было в Бийске. Но лучше уж в струю, чем в мёртвую зону мусоровоза или фуры. Или обычного грузовика. Даже если дальнобой и видит настойчивую помеху справа, может проигнорировать. Особенно если у него в этот момент в Калининградской области рожает супруга. Этот ролик о том, что не надо перебегать дорогу в неположенном месте и трещать по сотовому. В положенном месте с мобилкой тоже не то. Падает внимание и пешеход. Хорошо, если проскочил, точнее пролетел. Подбери телефон, радуйся жизни и не пытайся повторить снова. Здесь всему виной водная плёнка на дороге. Человек теряет управление и эффектно сносит отбойник. А бывает, замок поломается, дверца откроется и как тут ехать? Пытаешься её закрыть и влетаешь под попутку. Все вопросы к автопрому, но от этого не легче. Бывает, кого-то судьба заносит на трамвайные пути. Чаще случайно, но иногда осознанно. Хотелось срезать, а там кто бы мог подумать, трамвай? А вот тут наш автор только подумал о том, чтобы объехать пробку по путям, как сзади получил пол пинка от другого находчивого человека. Здесь пути сошлись зеброй. А юный калининградец сошёлся с легковушкой, но успел повернуться к беде рюкзаком. И никто не пострадал. Хорошо, что ролики не мотоцикл. Чего не скажешь о скутере? Вот этот въехал знатно и не без повода. Теперь таксист трижды подумает, где парковаться. А мог бы остановиться в положенном месте, и всем было бы хорошо. Наверное. И так, коротко и ясно, можно почти всё объяснить и показать крупным планом. Даже если инцидент случился на периферии внимания, по его характеру можно представить улётный финал и финальный улёт. А ведь парень уйдёт. Но есть аварии, которые сотрясают воображение. Словно удар в лоб навстречке. Они необъяснимы, как поведение таксиста на кольцевой. Или мощный утренний въезд в дерево однажды под Винницей. А чем объяснить лихой заворот и помятый капот? Почему разбойник налетел на отбойник? Зачем чудак полез на знак? И весь в пыли исчез вдали. Авторша видео задаётся справедливым вопросом. Ой, мамочки родные, что это такое? И словно в ответ, другая авторша выдвинула свою версию. Не справился с управлением человек. Что не справился с управлением? Натолкнулся на неразрешимую проблему. Застоялся на светофоре. Дал угла. Потом. Была не была. Ввинтился в поток. Нашкодничал и в кусты. А почему так? Может, интервал светофора нужно регульнуть? А то в Петербурге на пересечении Витебского и Дунайского проспекта велосипедист пошуршал на зелёный, а водитель фургона вышел и здорово навалял стройному, но не стойкому владельцу легковушки. Посчитав, что соперник сломлен, он вернулся в кабину, но униженный и оскорблённый пошёл на принцип и на таран. А красный всё горел минут с копейками. А если б у мужчин не было этого времени для выяснения, все были бы целы. Да, конечно, кто-то скажет, легко смотреть со стороны и советовать, когда человеку нужно колесо разморозить. Но кто предупреждён, у того трактор спасён. Хорошо смеётся тот, кто не зацепил комод. Крокодил команды ждёт. Ну, гламурные, вперёд! У кого мотор ревёт, а кто голосом берёт. Берег левый, берег правый, покажи, кто здесь красава. Перед всей честной оравой шагом марш на переправу, чтобы остался в сердце след. Ну и зеркальцу привет. Смотрите сразу после рекламы. Незваный гость, опасный лось. Это было на Каде. Сергей сила, но мать не оценила. Было сильно в натуре, но за рамкой цензуры. Калуга, МКАД и левый ряд. В пяти словах, пять аварий и пять спасённых жизней. И снова здравствуйте. Привет, медведь. Что, поехали дальше? Селфи-палку не забыли? Заправились в путь-дорожку. Натренировали глазомер. И научились ловить рыбку в мутной воде. Рыбалка по-соколински. Тем более, что она сама шла в руки. Хорошо. И в зонтик. Не вся, конечно, случались побеги. Но в целом большую воду мы приняли достойно. Как говорится, потоп не повод закрывать бар. У нас обслужат при любой погоде. С заботой о народе. Хуже было с жарой. Автобани пришлось перепрофилировать в собакомойке. Народ летел к озёрам, словно торзанутый. Кто там с горочки спустился? Хорошо, хоть не убился. Так, и кто у нас свалился? Ой, никто не без изъяна. Даже эти два тарзана. А вот кто точняк в порядке? Лось, что двух подбил на каде. Но то было в поле чистом. Здесь подрезка на чекистов. С выездом на Германа встречник шёл на пацана. Тот направо. Ну и вот смятый бампер и капот. Здесь водитель встречный пьян. И произошёл таран. А в Румынии лихач запустил лошадку вскачь. И в дождливый день в Калуге все отделались испугом. Мы спасенью пятерых посвящаем этот стих. Ну а это братцы МКАД. Знаменитый левый ряд. Неудачников отряд. Всё, народ, хорош кататься. Будем где-то парковаться. Хватит тачкой рисковать. О, фургончик, это пять. И тебе спасибо, дед. Втиснулся. Ну что ж, привет. А в финале наш автор Сергей избежал аварии. Сергей! Но всё равно получил трюфелей от мамы. Что ж ты делаешь? Материнское сердце отходчиво. Но язык остёр. Поэтому от всего послания после вырезания осталось пожелание ехать, куда глаза глядят. Так бывает. Все спешат и на жёлтенький шуршат. А насчёт материнского наезда на Серёгу мы вам покажем один ролик, и сразу станет ясно, что лучше мамкино слово в машине, чем отцовская петарда в гостиной. И дядькин вертухан ногой в стакан.